Продолжение следует... Это огромное помещение, которое возможно в городе Санкт-Петербург, это 9 тысяч квадратных метров, это огромная выставка будет, где генеральный партнер будет компания Амикс, и мне очень приятно, что компания Амикс, компания Нибе, они поддерживают нашу про-команду, то есть это спортивное питание, это одежда для наших ребят, это материальные глади, которые идут от компании Фитнес Хаус. Соответственно, мы выделяем деньги на квартиру, на определенные премии, зарплаты, я не буду разглашать контракт, но в любом случае для спортсменов это очень большой плюс. Я открою небольшой секрет, помогая Светлане сейчас в данный момент купить машину, да, БМВ. Надеюсь, для девушки в 22 года, у которой не было машины, появится она, но этот год будет для нее удачным, то есть она получает про-карту, она получает контракт, она опять же покупает машину. Не мы покупаем, она сама просто, есть определенная помощь в приобретении этого автомобиля. Вот, и здесь я вижу тоже большие плюсы для мотивации спортсменки. Вот, если вернуться опять к соревнованиям гран-при, у нас приходят постоянные предложения из-за рубежа, опять же для того, чтобы выступать на выставке. Это страны из Сербии, Австрии, Германии, а, соответственно, дай бог, чтобы мы приехали на Макалане, и, соответственно, там очень много партнеров, которые хотели бы с нами встретиться. Вот, собираю всех там, на самом деле, наверное, никуда больше не поеду, не буду ездить по Европе, мы соберемся все-таки там. Что еще можно сказать про турнир? Про турнир пишут очень многое. Мы уже полностью определили призовой фонд. Наверное, это уже не новость, это 70 тысяч долларов для профессионалов. Если взять, окинуть весь профессиональный бодибилдинг, то наш турнир будет стоять на четвертом месте по призовому фонду. Ну, я и скажу из того, что Мистер Олимпия, Арнольд Классик со всеми вариантами, да, в соревнованиях в Дубае, это примерно 135 тысяч долларов. Ну, и следующие наши турниры, где 70 тысяч долларов. Соответственно, остальные турниры, их несколько, по 60 тысяч долларов идут и ниже. Ну, я думаю, это очень-очень даже неплохой старт. И я думаю, очень многих профспортсменов это будет привлекать. Опять же, привлекать будет Россия, определенный бизнес. То есть, я понимаю, что если приезжают профспортсмены, у которых, приедут профспортсмены, у которых есть контракты с другими компаниями, и эти компании сделают выставки, соответственно, мы всегда рады рассмотреть любые предложения по бизнесу, соответственно, чтобы в большой, огромной России с большим потенциалом, с большим количеством людей, которые живут в нашей стране, они могли бы продавать, продвигать свой бренд. И здесь есть плюс и для производителей спортивного питания, спортивной одежды, и дополнение, конечно, это интересно для профспортсменов. Если говорить про гран-при, тех плюсов, которые будут для профессионалов, мы полностью будем обеспечивать это питание, это лучшая гостиница, на берегу залива будет гостиница Прибалтийская. Я смотрел эти номера, мне очень понравились. Смотрел вместе с президентом федерации бодибилдинга и фитнеса России Владимир Ивановичем Дубининым. Вот. Соответственно, их будут привозить на автобусах, их будут встречать, прорабатывается логистика, как все будет происходить, где будет банкет, чтобы мы успели сделать какую-то презентацию города. То есть мы повезем по городу, будем показывать, какая у нас, какая прекрасная у нас северная столица. Я даже не беспокоюсь за то, что город не понравится. Я уверен в том, что наш город очень понравится. Я уверен, что наш турнир понравится и о нем будут рассказывать только самое лучшее, как это было уже не раз. То есть мы стараемся сделать себя все на высшем уровне. Вот. Мы обязательно будем делать прямую трансляцию, мы обязательно будем появляться и появляемся во многих журналах, порталах. Конечно, ну, я бы хотел все-таки огромное спасибо в работе, которая уже прошла, которая будет. Я хочу поблагодарить тебя, поблагодарить, поблагодарить Александру, Димашенко, да, то, что вы делаете. Это для меня неоценимо, очень важно. И действительно очень приятно, что у меня есть такие соратники, друзья, которые помогают мне. В общем, спасибо. Теннис, я не один раз на славянском портале Излабс написал, что условия, которые фитнес-хаус приготовил для спортсменов, которые будут в фитнес-про-тиме, одним словом сказочные. Скажи мне, пожалуйста, что надо сделать, чтобы спортсмены попали в фитнес-про-хаус? Какие условия надо выполнить, чтобы они были в этом тиме? Чтобы у них была очень-очень хорошая поддержка от фитнес-хауса? Ну, я рассматриваю это с точки зрения и бизнеса, и менеджмента, и с точки зрения интереса спортсменов. Чтобы попасть туда, нужно быть, во-первых, профессионалом, либо быть приближенным уже к профессионалам. То есть я говорю о русских спортсменах, таких как Роман Проценко, абсолютно чемпион России. Мы все знаем, если спортсмен становится абсолютным чемпионом России, он может выиграть чемпионат Европы, он может выиграть чемпионат мира, он может выиграть чемпионат Арнольд Классик. То есть это сравнение по тому, если в России выиграть. Все знают, что любители в российском бодибилдинге очень сильны. Это Александр Кадзоев, это Роман Проценко, мы будем продолжать и продолжать. Соответственно, сейчас, в данный момент, чтобы попасть в протин, нужно стать профессионалом. Это в первую очередь. Соответственно, мы рассматриваем, если мы говорим о русскоязычных, то есть все понятно, знание русского языка. Соответственно, я смотрю на возраст, на перспективы, насколько этот человек медийный, насколько он готов отрабатывать свой контракт. Рекламирует компанию «Фитнес Хаус» не просто получать деньги, вот не подписали контракт, а получать деньги. Нет, любой профспортсмен в любом контракте, он должен рекламировать те бренды, которые подписали с ним контракт. У нас основные бренды – это компания «Фитнес Хаус» номер один, компания «Амикс» и компания «Нибея». Соответственно, профспортсмен должен рекламировать постоянно. Что касается гастранцев, то мы готовы тоже приглашать к себе. Соответственно, надо учить русский язык. Мне было приятно. Недавно написал «Томас Каспорт», написал на русском языке. Мы с ним встречаемся на Мазалане. Он говорит, я уже неплохо знаю, я готов уже, в принципе, приехать, ну, наверное, в июне, май-июне. Мне очень приятно, что «Томас» с нами, что он будет здесь. Я очень надеюсь, это единственный спортсмен будет, который будет выступать на Гран-при «Фитнес Хаус» в качестве профессионала. Мы посмотрим, конечно, форму. Я сейчас не хочу загадывать, говорить о местах, какие займут Каспорт. Тут надо идти последовательно. Соответственно, вначале приехать сюда, начать работать и, соответственно, готовиться на соревнованиях. Что касается условий, ну, это практически полное обеспечение. Это спортивное питание, это спортивная одежда, это предоставление квартиры, это премии. Это определенные деньги, которые в течение года спортсмен может потратить на перелеты в Европу для участия на соревнованиях. Это оплата в гостинице. То есть спортсмену нужно только работать, выполнять желания компании в рекламе. То есть жить одним словом профессионалом, для чего создалась эта команда, для того, чтобы продвигать бренды, создать первую в России прокоманду. Не просто любителей спортсменов, а именно профессионалов, которые, как и в Америке, будут участвовать во многих проектах. Я немного хочу изменить мир в бодибилдинге России. То есть привлечь, наоборот, сюда, в Россию профессиональных спортсменов, чтобы они могли равноценно бороться с американцами спортсменами. Не важно, кто это будет. Это будут австрийцы, немцы, словаки, чехи. Для меня это не важно. Да, если мы подписываем контракт, это уже получается наш спортсмен, который нам интересен. Ну, короче, так.